Всем привет дорогие друзья, с вами Олег Дебест и в этом видео вы увидите обдуление Т2 ловушки на фермшмоте из гильдии БЦН на кавалерийском клине. Били мы его в две гильдии. Гильдия G сборщиком является ГАО и гильдия ГКХ, где сборщиком является Ксинг-Ксинг. Вот так вот изначально выглядел состав армии противника, суммарно 7 миллионов Т2, 3 миллиона луков Т3 и полям у каждого Т4. Вот выходит первый сбор от ГАО из фулл стрелков, мы рассчитываем добить ему всю каву, чтобы Ксинг-Ксинг уже зашел кавой в пехоту и вырезал уже всех оставшихся пехотинцев. Но на самом деле стоит сказать, что нам повезло, потому что у противника как раз таки оказался именно кавалерийский клин, а не кавалерийская фаланга, потому что если бы была там фаланга, то сбор от Ксинг-Ксинга из фулл каву уперся бы в стрелков и даже бы его не поджег. Смотрите, вот он наш отчет, здесь мы выносим противнику 83 миллиона силы и убиваем у абсолютно всех кавалеристов, и вот он отчет сборок Ксинг-Ксинга. Ну а теперь, ребят, дело за малым, и остается добить только всех оставшихся стрелков сбором из фулл пехов. И, кстати, стоит отметить, что противника уже перед этим сбором исключили из гильдии. В принципе, у нас делали бы то же самое, потому что такой обнуленный игрок уже никому не нужен, и это чисто его вина, что он не ответил на звонок сагильдийцев, что он забыл поставить щит, проспал просто свое обнуление. То есть тут может быть много разных вариантов, но он подарил нам вот такой вот красивенький отчет. Вот, а теперь давайте вернемся к самому первому сбору, где мы атаковали его фулл стрелками на кавалеристском клине, у него тоже построение кавалеристский клин. Я вот нарисовал такую табличку, значит слева это наш сбор, справа это армия противника, К это кавалерия, П это пехи, С это стрелки. И теперь давайте уберем подушку из четырех воинов и оставим только стрелков с нашей стороны. Вот, а теперь смотрим, что происходило дальше. А дальше все наши стрелки стали атаковать передние два отряда кавалеристов противника. Они их конечно же убивают, и крайние отряды стрелков переключаются на крайние отряды вражеской пехоты, а центральные два отряда начинают атаковать оставшиеся два отряда кавалеристов противника. В принципе здесь все довольно очевидно, тут никаких вопросов нет. Теперь самое интересное, что же будет делать вражеская армия, то есть какие отряды стрелков она будет бить, вот как вы думаете? На самом деле она делится на две группы. Первая группа, которую я сейчас обвожу, она будет атаковать вот этот отряд стрелков, а вторая оставшаяся такая же группа будет атаковать симметрично другой крайний отряд наших стрелков. И вот только после того, как они умирают, уже начинает переключаться вражеская армия на наши центральные два отряда стрелков, которые в свою очередь продолжают бить вражеских кавалеристов. Получается очень интересная вещь, что кавалерийский клин в каких-то случаях даже пробивается проще стрелками, чем кавалерийская фаланга. Не во всех, но такие случаи есть, вот это один из них. А теперь давайте посмотрим, совпадает ли то, что я рассказывал и показывал на схемах, с тем, что вы сейчас увидите в визуализации данного сражения. А на этом у меня все, друзья. С вами был Олег Дебест, напишите обязательно комментарий под этим видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok